Добрый день, дорогие друзья! В рамках проекта «Подвиг народа» вспомним наших солдат, которые трудились в тылу, обеспечивали фронт продовольствием, а также помогали восстанавливать страну в послевоенное время. В режиме самоизоляции мы продолжаем знакомить вас с экспозицией Музея боевой славы. Сегодня я вам расскажу о вкладе в победу дербенских тружеников тыла. Победа советского народа была бы невозможна без прочного и надежного тыла. Ведь тыл – это еще один фронт, который жил своей идеей. Все для фронта, все для победы. Трудящиеся Дагестана за годы войны на строительство боевой техники внесли 350 миллионов рублей, более 1 миллиона штук овчины шуб, 300 тонн шерсти, несколько десятков тысяч индивидуальных посылок и 140 вагонов с подарками. На средства трудящихся были построены танковая колонна авиаэскадрилья, авиазвенопионер Дагестана и пять бронепоездов. С первых дней войны все предприятия и учреждения города были перешли на выпуск продукции необходимых фронту. Стекольный завод «Дагестанские огни» стал изготавливать бутылки с горючей смесью, походные фляги, ампулы для лекарств, банки для хранения консервированной крови. Дербенский консервный комбинат стал изготавливать 12-15 миллионов мясных, рыбных, овощных, фруктовых консервов. Консервщики освоили производство душава, тутового меда. На консервном комбинате в ноябре 1941 года помещение ореходромельного цеха было размещено эвакуированный из города Ростова завод «Красный металлист», производящий корпуса для ручной гранаты РГД-33. Шерстопредельная фабрика «Дагюн» вырабатывала буксу для паровозов, шерстяные подшлемники. Целые цеха оставались после смены, чтобы выработать сверхплановую продукцию. Трудящимся приходилось проявлять много творчества и инициативы, чтобы улучшить производство, сэкономить сырье и материалы. Из остатков шерсти стали делать валенки и бурки. Швейные фабрики перешли на пошив солдатского белья и маскировочных халатов. На производстве местной промышленности наладили варку хозяйственного мыла. В локомотивном депо запустили ваграм по выплавке цветных металлов. Перестройка всего народного хозяйства изменила в корне и работу железнодорожного транспорта. Предельно короткие сроки женщины, освоив профессии помощника-машиниста, заменили ушедших на фронт мужчин и весь военный период водили поезда, хотя нагрузки на паровозные бригады были огромные. Находившийся в начале войны в глубоком тылу, город успешно готовился к приему и размещению раненых солдат с фронта. Уже в июне, 30 июня 1941 года, Дербенте разворачивается первый в Дагестане эвакогоспиталь 1628, затем эвакогоспиталь 5062. Лучшие помещения города были отданы для восстановления здоровья раненых солдат. Потребовался самоотверженный вклад органов здравоохранения и медперсонала, чтобы в кратчайшие сроки наладить стабильное функционирование госпиталей. В комплексе лечения широко использовалось переливание крови, а в ряде случаев оно было единственным средством спасения раненым. Дербент создавали свою кровь по первому зону. Хочется отметить немаловажный вклад скромных дружников, учителей. Они растили молодое поколение в духе патриотизма. Они помогали медработникам после занятий. Собирали посуду, постельное белье у жителей города. В госпиталях писали письма неходячим бойцам домой. Старшеклассницы стирали бинты, делали перевязки. Мальчики рубили дрова, кололи уголь, носили воду. А младшие ребята выступали с концертами, чтобы поднять боевой дурь солдат. Пионеры собирали металлы. Все собранные средства шли в Фонд Победы. Также в Фонд Победы поступали и средства от населения города. Жители города сдавали деньги, облигации госзайма, личные и семейные драгоценности. К середине 1942 года рвущаяся к бакинской нефти фашистская орда достигла берегов Волги, Дона, Терека. 15 сентября 1942 года Дербент объявляется при фронтовой зоне. Начинаются большие работы по превращению города в мощный оборонительный плацдарм. На строительстве многополосной линии Грозный-Махачкала-Дербент работало около 68 тысяч человек. Сооружалось 8 оборонительных рубежей, состоящих из противотанковых рвов, противопехотных препятствий, ходов сообщений, блиндажей для остановки наступления немецких войск. Рабочий день был установлен в 16 часов, норма 3,5 кубических метра вынутого грунта. Работы производились ручную, киркой, ломом, лопатой. Даже люди пожилого возраста выходили и работали наравне с молодыми. Молодежь также помогала старшим в уборке урожая винограда, овощей, сборе лекарственных растений. 56 тонн шиповника было собрано для восстановления здоровья раненых солдат. Хочется отметить, теплотой и заботой отнеслись Дербентцы и к эвакуированным людям, чьи дома были разрушены фашистами. Они делились кровом, куском хлеба, продовольствием с этими людьми. И все приближали День Победы как могли, и работники культуры внесли свой вклад. Актерские бригады выезжали по госпиталям с концертами. Также выезжали на фронт с концертами, например, как Клавдия Шульженко, Марк Бернис и многие другие. В работу по военно-патриотическому воспитанию населения включались театральные коллективы. В работу по созданию военно-агитационных плакатов и картин включались художники Тагестана. Героика фронта и тыла отображалась в произведениях поэтов и писателей. Кино являлось убедительным средством агитации и пропаганды. Важную роль в мобилизации трудящихся на самоотверженный труд сыграла Радин. Смертельная схватка с врагом не парализовала культурную жизнь республики. У нас в музее имеются фотографии работниц тыла. Это Хамбабаева Кизил Хамбабаевна. Она работала налоговым агентом, затем работала начальником сельсоветов в селе Ковца. И в послевоенное время работала в кинотеатре Родина, кассиром. Имеет награды. Другая участница тыла Киверкова Арфеник-Мухановна. Она работала на стоковом заводе за троих, за пятерых. И имеет очень много наград. Многие женщины, около трех тысяч женщин были отмечены Родиной. Создание данной экспозиции в музее – это сохранение памяти о военной славе Дербенского народа. Молодежь должна гордиться историческим прошлым нашего народа. Я приглашаю в музей боевой славы, чтобы лучше познакомиться с экспозицией музея, подробно познакомиться с ней. Ибо наш дом – помнить о наших героях и их нелегких судьбах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!